Что нужно сделать? Поставить цель. О постановке цели нам расскажет Екатерина сегодня. О медицинской точке зрения, о диагностике нам сейчас расскажет Олег. Поприветствуем Олега. Давай всем встать и потянуться. Поприветствуем Олег. 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 Олег. Поприветствуем Олег. Поприветствуем Олег. разным людям. Когда вы делитесь какой-то информацией, вы лучше запоминаете, а тем более, когда вы объясняете это другим людям. И начинайте внедрять в свою жизнь, не откладывая. Я как доктор, опираясь на медицинские книги, на медицинские понятия, попробую объяснить вам действительно о законах здоровья, чтобы вы понимали сами более глубинно и могли объяснить другим людям. Потому что я вижу публика, в основном ребята молодые, стройные, здоровый вид лица у многих, у всех, я думаю, практически у всех. Но есть ли наше окружение, наши близкие, кому нужна помощь. И тут важно уметь рассказать им правильно, да, с медицинской точки зрения, опираться на весомые аргументы. Значит, у меня доклад «Здоровый образ жизни». Начну с определения, что такое здоровье. Наша семейная организация болезни охранения говорит так, что здоровье – это полное физическое, душевное и социальное благополучие, а не только отсутствие болезни. То есть, как Влад говорит, что здоровье – это не только здоровье тела, это и здоровье психики, и как человек живет в социальной семье. Дальше. Мне нравится такое определение здоровья, что здоровье – это побочный продукт правильно организованной жизни. То есть, здоровье, как его получить? Только ежедневным образом жизни, вашим распорядком дня и правильными действиями. Дальше. Значит, об организме я расскажу. Интересные факты. Есть такой принцип функциональной избыточности, да. То есть, природой в организм заложен десятикратный и более кратный запас прочности. Вот. Например, Наша аорта – это сосуд, который выходит из сердца, да, выдерживает давление в 2 атмосферы. В 2 атмосферы. А хотя максимальное давление, которое создается выбросом крови из сердца – это 0,3 атмосферы. Так. В нашей крови количество тромбина – это вещество белок, которое участвует в свертанности крови. Если человек поранился, да, то кровь сворачивается, чтобы он не погиб от кровотищения. В 70 раз больше, чем необходим организм. Наших клеток в печени в 10 раз больше, чем нам необходимо для жизни. То есть, у нас все сделано с большим запасом прочности. И на самом деле, биологически установлено, что наш организм рассчитан на 130-150 лет жизни. Вот. Но сейчас по статистике длительность жизни составляет у мужчин около 60 лет, у женщин 70 лет. То есть, люди умудряются в 2 раза быстрее как бы сжигать свои резервы. И в основном это происходит потому, что они ведут нездоровый образ жизни. Либо они не знают действительно, как вести себя правильно для организма. Значит, есть еще один закон. Закон свертываемости фунта. Особенно показательным он был у космонавтов. Космонавты, когда возвращались с орбиты, они пребывали там около месяца. Когда они спускались на землю, они даже не могли сами сделать шаг. Они падали. Настолько ослаблялись мышцы. И настолько центр мозжечок переставал как бы адекватно воспринимать гравитацию нашу. И эти люди, как дети, должны были учиться несколько месяцев, снова научиться ходить. Такой же самый эксперимент был проделан с моржами. Люди, которые купались в холодной воде, их на полтора месяца поместили в условия тепличные, скажем. То есть, им не позволялось использовать холодную воду. И через полтора месяца они стали болеть от минимального сквозняка. Не говоря о том, что они уже не могли купаться. То есть, это случаи приводятся из книги Никитиных о закаливании клеток. Кому интересно, то я рекомендую эту книгу прочитать. То есть, таким образом, если мы не задействуем наши резервы в организме, они атрофируются. Мне понравилось, как о здоровье говорит академик Николай Моссов. То есть, он говорит, что здоровье – это резервные мощности наших органов, нашей физиологии. То есть, два человека есть. Да, вроде внешне они здоровы, и каждый считает, что здоровы. Но если, скажем, в какую-то необычную среду их поместить, скажем, в прохладную комнату, да, или какой-то сквозняк подойдет, то один заболевает раньше, второй остается здоровым. То есть, тот, который не заболевает, он здоровее. То есть, у него резерв мощности больше. Поэтому по-настоящему здоровье можно добиться тренировками. Врачи могут вылечить болезнь самую, помочь как бы, обезболить. Но именно здоровье вы можете получить только вы сами. Вот. Какие именно, о каких тренировках идет речь? То есть, это тренировки физические, да, это спорт. Это ограничения, ограничения в еде, холод. Это пребывание в холоде или в тепле, то есть, скажем, заморжевание или баня. Каким образом вы получаете здоровье? Есть еще один важный момент, причины смертности, да, причины смертности. Отчего человек умирает? То есть, есть статистика, и ученые провели анализ. Отчего умирали люди в последние, ну, где-то 15 век, 19 век. Значит, в основном заболевания были инфекционные. То есть, люди умирали от, скажем, гриппа, там, испанка, да, были. Туберкулез, инфекционные заболевания легких, инфекция кишечника, сальмонолез, брюшнедит. То есть, 90-80% смертности было от инфекционных заболеваний. В 21 веке статистика кардинально изменилась. Учетом того, что люди уже живут в городах, у них есть условия для жизни, соблюдается гигиена. Сейчас 80% заболеваний неинфекционные. Или болезни цивилизации. То есть, это атеросклероз и его последствия. Атеросклероз – это, значит, зарастание наших сосудистых стенок, и наши сосуды становятся хрупкими. То есть, что это либо стеноз, или разрыв сосудов, или инсульт, или инфаркт. Это основная сейчас причина смертности людей. На втором месте диабет, ну, скажем, не диабет, но на втором месте идет рак, все-таки рак. То есть, это сейчас считается эпицидентом. У кого-то есть знакомые, кто погиб от рака. У меня есть знакомые, кто более играет, а кто увеличился от него. И я расскажу дальше, действительно, об истинной причине онкологического заболевания. Значит, и какие же факторы риска, почему люди, имея все, вроде бы, комфортные условия для жизни, да, гениену и антибиотики появились, да, все условия, почему люди живут так мало, да, какие факторы риска. Первый фактор риска – это малоподвижный образ жизни. То есть, мышцы, мышцы, они выполняют не только сократительную функцию для передвижения, это еще и антокринный орган, выделяются гормоны. Ну, скажем, есть такой эффект бегуна, когда, ну, бегун, и кто-то занимается спортом, он начинает испытывать кайф. То есть, в мышцах образуется серотонин, гормон удовольствия. Второе – в мышцах сжигаются жиры крови, или триглицериды. Если мы недостаточно двигаемся, то эти жиры начинают откладываться в других клетках. И уже установлено, что это является основной из причин смерти. Откладывание жира плюс белок называется липофусин в клетках. То есть, когда мы не сжигаем жиры при движении, они идут в клетки, и клетки погибают. И третья роль мышц – это вспомогательное сердце. То есть, сердце у нас качает кровь по артериям, а генозный отток от органов обратно в сердце, как бы, функцию этого подсоса выполняет мышцы. Мы когда двигаемся, создается отрицательное давление, и как бы кровь подсасывается. То есть, если человек не двигается, кровь медленно возвращается обратно в сердце, так и замедляется микроциркуляция. То есть, вот эти токсины, которые отработаны в материале, в клеточках, они не возвращаются обратно, остаются в соединительной ткани. Так, это была первая причина малоподвижного образа жизни. Питание, то есть, питание. Питание, в большинстве случаев, сейчас невидовое. Кто-то знает, что такое видовое питание? Знает, да? Среди данного продукта, для предназначения, соответственно, что природой предназначено. То есть, природой предназначено строением пищеварительной системы определенный вид продуктов, на который мы можем усвоить. И продукты у нас усваиваются таким интересным образом, с помощью аутолиза. Кто-то знаешь, что такое аутолиз? Это самопереваривание. Да, да, совершенно верно. Самопереваривание. То есть, 50% еды самопереваривается. Мы только, задача наших ферментов сбрызнуть еду, обработать ее желудочным соком, потом кишечными соками и запустить в активность процессы самопереваривания. Когда же мы употребляем еду, уже обработанную, скажем, термически, да, то при 40 градусах погибают катализаторы и ферменты. То есть, мы, получается, вынуждены эту еду переваривать за счет своих ферментов. Поэтому и мы сжигаем наш потенциал наших органов в несколько раз быстрее. Да, это вкусно, мы привыкли к этим вкусам, но, по идее, мы, как бы, напрягаем наш организм. И часто, я себя вспоминаю, многие люди тоже помнят, когда ешь, ну, как бы, мертвую еду, вареную еду, то после еды возникает усталость, утомляемость. То есть, это показатель того, что организм не получил энергию, он ее больше тратит. То есть, переход на видовое питание, это необходимость. Дальше. Переедание, пищевая наркомания. Люди кушают больше, чем им нужно. Ну, это оказательство. Человек сидит в офисе, да, у него, как бы, ну, он сидит за компьютером, он особо энергии не тратит, но, там, через 2-3-4 часа он хочет кушать. То есть, вопрос, он энергию не потратил, но возникает аппетит. То есть, на самом деле, люди редко испытывают голод. Люди путают аппетит и голод. То есть, а аппетит, это чувство, когда в мозге есть неудовлетворенность, когда ему нужно какой-то положительный стиль. Вот. Это может быть эмоционально, человек понервничает, поволновался, ему нужно успокоиться. И мозг, как бы, просит что-то, ну, дать ему. Можно, ну, и более естественный путь, это успокоиться, уединиться. А, ну, более простой путь, это съесть что-нибудь сладкое, там, печеньку какую-то съесть. Мороженое. Да, мороженое. И в чем, как бы, нюансы, что нас везде окружает и реклама, и эти перекусы, Макдональдс, то есть, сложно этому не поддаваться. Пищевая наркомания, расскажу об этом. Советую, кому интересна эта тема, прочитать книгу Парнерса, который 20 лет занимался вопросами, почему же так сложно поменять человеку пищевые привычки. Большинство пациентов, я говорю, ну, не будешь эти то-то, они говорят, да мы не хотим, но у нас не получается. Такая, Нил Барнард, избавление от пищевой привязанности, это американский врач. То есть, такая же ситуация у курильщиков или у людей, кто употребляет алкоголь. То есть, они знают, что это вредно, но они ничего не могут себе поделать, потому что у них есть зависимость. И мало кто говорит, что еда, это такой же наркотик для людей, как и алкоголь, как и мореклана, и опиум. Только наркотики под запретом, за это могут посадить, преследуется, а еда неправильная, с наркотическим эффектом, она продается везде. Ну, и в этом есть особый смысл, что человек уже, это такой наркотик, как бы, он не умирает сразу же, да, он меньше живет, но он остается работоспособным. Когда же человек употребляет наркотики, именно серьезный морфий, опиум, то он сразу же теряет, как бы, работоспособность и становится, как бы, непридатным для производства. Значит, таким образом установили, что ряд продуктов во время усваивания в организме образуют опиаты. Опиаты, это, значит, как бы, наркотики, опиаты. И эти продукты оказались молочные продукты, особенности сыр, шоколад, глютен, это злаковые, и мясо. Вот. То есть, редко, ну, практически ни у кого не возникает навязчивая идея, там, съесть яблоко или панат. То есть, мы легко контролируем наше желание съесть фрук. Но вот навязчивое состояние съесть, скажем, пиццу, или печенье, или шоколад у людей есть. То есть, они понимают это нехорошо, я там, по-толстке, но не кушают это. То есть, это наркотики. Проводили эксперимент даже. Таким зависимым людям вкалывали медицинский препарат на лаксон. Это блокиратор опиатных рецепторов. И как только вкололи человека на лаксон, у него пропадало желание есть эти продукты вредные. Понимаете? То есть, наркотическая зависимость, прежде всего, от еды. И она касается многих. И даже сыроедов в меньшей степени. Я встречал сыроедов, которые больше страдают от переедания. Они кушают больше. Скажите, пожалуйста, есть очень много отрядов в влаженском молоте, да, грудном? Да, правильно. Потому что природой задумано, чтобы ребенок успокоился, когда мама кормит его молоком, по этому поводу. А как это было в нашем роде? Ну да, для новорожденного это естественного. А если мы потребляем кровь и молоко, то многие заметят, есть легкий снотворный эффект. То есть, особенно рекомендуют как от бессонницы на ночь выпить саканчик молока. Действительно, это снотворный эффект. Там действительно есть опиаты. Ну правильно, спасибо. Так, следующий вопрос. Давайте я после выступления, чтобы я не издевался, мы обсуждаем факторы иска, которые приводят к болезни. Третий фактор – это стрессы, это неврозы. То есть, установлено, что 80% населения, то есть 80%, страдают неврозами. То есть, это обусловлено тем, что мы живем в неестественных для себя условиях. То есть, это города, это небольшие помещения, человек мало бывает на воздухе, на природе. Поэтому, собственно, и надо находить время, уединяться, уметь контролировать мысли, так общаться с природой. Я перечислил основные факторы. Да, основные факторы. Значит, что же делать, что же делать, да, для того, чтобы все-таки сформировать себе привычку здорового образа жизни. То есть, привычка, ну, это очень сложно, на самом деле. Это сложно. Потому что человек знает, как надо делать, но не может это делать. Как можно помочь? Ну, привычка вообще себе – это повторяемое действие. А повторяемое действие – это повторяемая мысль. То есть, получается, в фокусе внимания надо постоянно удерживать правильные мысли, которые перерастают в правильные действия, и потом в привычку. То есть, поэтому надо правильно выбрать окружение, общаться с людьми, обговаривать те темы, которые способны для здоровья. Читать книги. И привычка формируется, установлена 21 день, следует придерживаться какого-то действия. Потом это закрепляется на уровне гипоталамуса. То есть, организм уже на автомате продолжает автоматически этому следовать. И следует, на мой взгляд, проводить детокс-программы, программы очистки. Программы очистки. То есть, действительно, когда человек имеет уже проблемы в здоровье, ему сложно перейти на здоровый образ жизни. Потому что у него скопились токсины, у него скопились болезни. И чем старше человек, тем ему сложнее на строительные перейти. Он сейчас чаще срывается, чем более молодые люди. И чем больше у человека болезней, тем ему тоже сложнее перестроиться. Очистки организма. Я лично, мне нравится система помары и огонян. То есть, это не чистый голод. А можно использовать, подкислять воду лимонным соком и добавлять немного меда. То есть, да, эта система не такая, как бы, эффектная, как чистый голод. Но в то же время дается небольшой уровень фруктозы, и вы легче переносите голодание. Начинать следует с одну-двухдневных чистых. То есть, лучше делать понемножку, один раз в неделю, но регулярно, чем один раз в месяц, но там 5 дней или 7 дней. То есть, важнее сформировать правильную привычку. То есть, у меня сейчас такая привычка, я раз в неделю, в четверг обычно я провожу разгудочный день. Вот. И очень много плюсов. Да вот даже на сыроедении, да. То есть, от большого количества фруктов где-то можно переесть. Вот. Расширяется желудок. Когда же вы голодаете, наш кишечник и желудок, он уменьшается в размер. То есть, после голодовки, даже однонемной, вы насыщаетесь намного меньшим количеством еды. Вот. Потом вы даете функциональный покой органам. То есть, не может, там, допустим, какой-то станок постоянно работать. Ему нужно дать время, как на стыд, да, какой-то перерыв. Так же самое и нашим органам. То дайте им отдохнуть. Хотя бы раз в неделю, один день. Значит, есть, ну, люди, кто питается на смешанном питании, важно еще пройти антипаразитарную программу. Вот. Проблема с паразитами. И, кстати, у многих начинающих сыроедов возникает тяга съесть, скажем, что-то острое. Чеснок, лук, перец, чили. И это объясняется тем, что этим самым организм, как бы, использует эти продукты как антипаразитарные средства. Это нормально. Вот. Ну, я еще как врач подвещаю гомеопатию и фитопрепараты. То есть, есть специальные комплексы, которые помогают выводить из синидной ткани токсины. Кто-то знает, может, есть препараты хели. Хели, гуна, отзим, немецкие препараты, итальянские. Вот. Потому что, ну, даже, вот, скажем, люди, которые ведут здоровый образ жизни, у них бывают проблемы по здоровью, бывают болезни. Они не такие серьезные, как у тех, кто не ведет здорового образа жизни, но все равно бывают. И почему бы не использовать то же частотное лечение? Вот. Оно весьма эффективно. Еще одна тема – это биоритмы. Для того, чтобы быть здоровым, следует соблюдать биоритмы природы. На самом деле, мы энергию получаем не только от еды, а и от сна. И очень важно, когда вы спите. То есть, у сна есть разная ценность. Сон с 10 до 12 часов, он намного более ценный, чем с 6 до 8 утра. То есть, если вы... С 10 вечера. Да, с 10 вечера до 12, до часа ночи самый ценный сон. Поэтому важная привычка – вставать с рассветом. Вот. Расскажу, как я, значит, сформировал эту себе привычку. То есть, понятно, есть компьютер, интернет, общение. И я уложился спать обычно в 11 часов, в 12 часов ночи, как и многие, наверное. Вот. Но потом просто я начал будильник ставить на 6 утра. Вот. То есть, да, если я даже поздно лег, я все равно вставал в 6 утра. Да, днем хотелось спать, я мог прилечь, сейчас поспать. Вот. Но через пару дней организм привык. И мне, естественно, хотелось спать уже в 9 часов вечера. Когда уже, ну, не темно было, как бы, на улице. Вот. И в чем, какие плюсы? Вот, когда стоишь утром, утром, значит, больше энергии. И больше воспользуется время. То есть, утро, оно, можно много всего спец сделать утром. Так что, призываю всех, попробуйте жить согласно солнышку, да, вставать по солнцу, жить по солнцу. И во время этого правильного сна у нас мы вырабатываем энергию. То есть, во время правильного соблюдения биоритмов, значит, мы получаем силу. А не только из-за еды. Так. Что еще? По формированию, закаливанию бандитов. Сейчас вот еще мысль закончу. То есть, таким образом, большинство современных болезней все-таки связано с нездоровым образом жизни, да? И ваша задача, может, что-то вы уже знали, да, то, что я говорил, но больше внедрять здоровых привычек в свою жизнь. Теперь можно вопрос. Я слышала, что болезнь всех сыроедов – это метеоризм. Насколько это правда? Если правда, то как с этим бороться? В сути кишечника, да, да, да. Это образование сырой продукты. То есть, при метеоризме мы рекомендуем не употреблять сырые продукты, фрукты и овощи. Такое, я думаю, бывает при переходном этапе. То есть, метеоризм возникает. Это что? Это образование газа в кишечнике. То есть, не хватает ваших пищеварительных соков, не сформирована правильно у вас микрофлора, которая бы растворила бы еду без газообразования. Понимаете? То есть, все-таки надо подкорректировать диету. Вряд ли, что у человека есть все сырое и у него газообразование. Если такое же есть, значит, у него ослаблены пожелудочные железа. Либо это паразиты. Либо, значит, еще не сформирована микрофлора. Тоже я бы там провел бы курс гомеопатических препаратов. Пробиотики. Можно я бы выделю вам? Да. В поликтероина, например, у вас, например, пищеварительных пищеварительных следует. А, пищеварительных? Пищеварительных? Да, да, правильно. Потому что пищеварительных, это намного облегчает работу, когда пищеварительные. Есть даже такие работы, что пищеварительных 30 раз. Я как-то ради интереса замерил, у меня получилось в раз 10, потом просто беда превращается уже в сок. Смотришь, сожевать. У меня была такая проблема, я не хотел сожевать нормально. Все мясо сожевать, надо 32 раза. Спасибо за совет, да. А вот еще вопрос. Не получал вообще информацию по поводу того, что говорят, что В-12 попадают. Сейчас основной пункт идет в интернете. Сыроеды и В-12, война. Да, я читал про это. У сыроедов другие нормы анализа, чем обычных людей. А по старинке продолжают сравнивать по тем нормам, которые установлены. У сыроедов другие анализы, гемоглобины, у них снижены лейкоциты в крови. Врачи говорят, да у вас тут монодефицит, у вас на самом деле из-за того, что не возникает пищевого лейкоцитоза, то есть процесса вынивания в кишечнике, лейкоциты не нужно быть в крови. Они работают в самих тканях. То есть они все в тканях. Фролов на Ютубе посмотрите по В-12. Олег, тебе огромное спасибо. Это был врач-сыроед Олег Геннадьев. Еще скажу, значит, в Украине, в Киеве проводим оздоровительные заезды, группы. Я есть в ВКонтакте на страничке. Если нужна консультация или переход, то обращайте. Помогу. А при роде все это проходит, да? Да, мы в Кущево-Писы, в лесу на 5 дней уединяемся, там сауна, гимнастика, белояр, йога, баня. Комфортный препод, спасибо большое.